Они действительно выкинули Россию из большой восьмерки. Мозги есть? Тот, кто последние месяцы следил за СМИ, мог бы себя спросить. Я совершил путешествие во времени. Если сейчас в 60-х и опять началась холодная война, украинское правительство, которое не было на 100% демократическим, решило, идти в ЕС нам не выгодно. Лучше мы примем предложение Путина и откажемся от соглашения об ассоциации с ЕС. Что произошло потом? Начался кромешный ад. Весь ЕС направился на баррикады. И тут же все эти персонажи Кличко и... как его там? Яценюк и Тимошенко из тюрьмы начали распространять антироссийские настроения. Затем Майдан наполнился недовольными людьми с Украины. Живется им хреново. Вполне логично, что они хотели что-то поменять. И этим воспользовались, чтобы довести ситуацию до эскалации. Десятки убитых. Причем украинцы сами говорят, мы не знаем, кто в кого стрелял. Более сотни полицейских, в частности, выдернули из рядов и избили. После этого у них отобрали форму. И кто-то откуда-то в кого-то стрелял. Есть очень много моментов, указывающих на то, что стрельба велась с одного места по обеим противоборствующим группам. И это чертовски напоминает инсценировку или попытку Пучча против Чавоса в 2002 году в Венесуэле. Тогда применили точно такой же метод переворота. Это вошло в учебник ЦРУ лет 40 назад или раньше. Они четко знают свое дело. Во время последних цветных революций на Украине или в других странах Варшавского договора, они собрали достаточного опыта. Если мы посмотрим на действующие лица, входящие в это якобы демократическое и легитимное правительство, то увидим, что оно, по сути, состоит из преступников. Тимошенко, подделок, сидевшая в тюрьме, сделала карьеру от владелица видеотеки до мультимиллионерши очень просто. Она украла деньги украинцев. Ее осудили в соответствии с законом. Эту плетеную булку из дрожжевого теста. И после этого она лучшая подружка с нашей канцлершей. Яценюк, премьер-министр в теперешнем правительстве, является агентом НАТО. После того, как он пришел к власти, все ссылки на фонд и всех его спонсоров были стерты с его интернет-страдицией. Неизвестно, откуда он вообще. Он постоянно мотается в Вашингтон. Там он и получает инструкции. А Кличко об этом балаганном боксере говорить-то не хочется, потому что он подготовлен немецким фондом Конрада Аденаора. Но если Путин говорит, Крым это сфера жизненных интересов, я не хочу, чтобы мои войска там похоронили, тогда это аннексия. Вы что? Крым всегда был традиционно русским. И только Хрущев по ошибке присоединил его к Украине, потому что он сам был оттуда. Но все крымчане себя ощущают русскими. Сейчас 97% жителей Крыма сказали, да, это хорошая мысль, мы согласны. На Западе поднялся дикий крик, что это была аннексия, что Путин аннексировал Крым. Территориальная целостность страны была нарушена. Вы что? А НАТО что делало в последние годы? Ливия, Сирия и другие страны. Афганистан, Ирак. Но американский министр иностранных дел, член общества «Череп и кости» Джон Кэрри, конечно, все объяснил. Что по-немецки означает, нельзя нападать на страну, предварительно сфальсифицировав доказательства, или если для этого нет никаких причин. Это просто вверх иронии. Слово «ирония» поднято на новый уровень. А самое лучшее в этом всем то, что наше собственное правительство, то есть Меркель, этот брючный костюм, выпускающий облачки с текстом, угрожает русским санкциями. Ты что, мы от них получаем газ? Но слава богу, у нас есть американцы. Они нам предоставят отличную альтернативу. Они нам сказали, что у них так много нефти и газа, благодаря сланцевым технологиям, что они смогут нам пострелять его на своих кораблях. Это во-первых, гигантское преступление перед окружающей средой, а не потом врубятся, что они тем самым еще больше отравили свою страну. Наше правительство исходит из того, что поскольку американцы хотят нам помочь с нефтью, ее у нас сейчас достаточно для того, чтобы подлить еще больше масла в огонь. Вместо того, чтобы уладить конфликт, сесть за стол переговоров, чтобы разобраться с ситуацией. Наши министры обороны возбегают одно предложение за другим, как нам переместить наши войска к российской границе, чтобы при помощи натовских маневров оказать давление, чтобы злой и большой русский почувствовал себя запуганным. Путин, конечно, не является демократом чистой воды. Ему было чуть больше 20, и он уже начал работать в спецслужбе. Он был шефом спецслужбы. И сейчас он в некоторой степени является самодержцем в этой стране. Да, но что же он сделал? В эпоху беззакония при Ельцине в 90-х годах, когда вечно пьяный Ельцин всю страну продал в пользу международных рынков, он был единственным, кто смог положить конец разгулу крупного капитала. Он сказал, стоп, хватит. Олигархи, вы можете оставаться при своих миллиардах, но вам нельзя их перегонять за рубеж. Поэтому все, что мы о нем слышим, поэтому все, что касается этой темы, всегда окрашено в известные тона, а именно, он плохой, он диктатор, он эгоист. Путин – это, короче говоря, катастрофа. А теперь они на полном серьезе выбрасывают его из большой восьмерки. Но эти люди почему-то не поняли, что мы вовсе не являемся мировой державой. Измените на страны БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай. То, что мы угрожаем России санкциями, эти страны вообще не интересуют. Как можно быть такими придурками? А теперь внимание. Все бывшие кастлеры из тех, кто еще живут, высказались по этому поводу. Сначала Коль, потом Шмидт и Шрёдер. Все они выразили негативное мнение относительно медийного потрошения России и Путина. Потому что я и сам это делал. Что вы делали? Нарушал международное право. Вы объединяли земли? Нет. Когда встал вопрос, как будет развиваться ситуация в Республике Ярославии во время войны в Косово, мы послали наши самолеты-торнадо в Сербию, где они вместе с НАТО бомбили суверенное государство, не имея резолюции Совета Безопасности. Может быть, это и явилось причиной того, что зеленые выступили в парламенте с инициативой заткнуть Шрёдеру рот, чтобы он впредь не говорил подобную глупость. Кто знает. А что думаете вы? Я хочу знать ваше мнение. Напишите его в комментариях. У меня все.